Голос, покоривший мир, на новой сцене Мариинского театра прошел вечер памяти Дмитрия Хворостовского. В концерте приняли участие коллеги по цеху и друзья певца. За дирижерским пультом маэстро Валерий Гергев всемирно известные артисты исполнили знаковые для них сольные арии и дуэты. Из Мариинского театра Екатерина Грисенко. Он смотрит на зрителей с большого портрета у сцены, а белые розы не символ праздника, а знак светлой памяти. Три года без легенды, а его уход до сих пор будто трагическая новость и для друзей, и для поклонников. Была на последнем концерте, у меня даже своя собственная там запись есть. Мы понимали, что это огромное мужество, когда он и дикция уже не та, и в то же время, вы понимаете, он выводил на сцену молодые таланты, он давал им дорогу в жизнь. Это было блестяще, и вот я сейчас говорю, мне до сих пор больно. Остались его произведения, осталась память о нем, поэтому я думаю, что все в этой жизни временно, но есть яркие звезды, которые остаются навсегда. Звезда Дмитрия Хворостовского и сейчас соединяет выдающиеся голоса мира. Это ли не доказательство бесконечной силы таланта? Нетребка, Герзмава, Абдразаков, Эйвазов в Петербурге и на одной сцене. Звучали Моцарт, Беллини, Верди и Римский Корсаков. Большой подарок для зрителей. Очень теплый концерт, очень хороший, долгий, сильный музыкально, эмоционально. Такие великолепные певцы выступали, и публика такая была потрясающая. Я очень-очень счастлива сегодня. Конечно, такие концерты нужно обязательно делать, потому как он достоин такой памяти, он достоин памяти всего мира. Его помнят и любят во всем мире, не только в Санкт-Петербурге и в Москве. Это очень сложно понять, почему такие люди уходят так рано. Ну, видимо, так должно быть. Каждый участник этого концерта не просто коллега Дмитрия Хворостовского. Говорят, артист и пел, и дружил всей сибирской душой. И как настоящая звезда указывал жизненный путь. Так дважды обладатель премии Грэмми Эльдар Абдразаков решил стать оперным певцом, когда увидел Хворостовского на телевизионном экране. Вы знаете, я недавно совсем так вспоминал, мы с ним, к сожалению, не спели ни одного спектакля вместе. Мы пели только концерты, а спектакль, который должен был состояться в Большом театре, из-за болезни Димы, он не смог приехать тогда, и мы пели без него. Вечер памяти великого баритона прошел на новой сцене Мариинки. И в этом тоже особый смысл. Когда-то 26-летнего артиста Красноярского театра оперы и балета на роль Валентина в Фаусте пригласил маэстро Валерий Гергиев. В 1988 году имя Дмитрия Хворостовского впервые появилось на афишах Мариинского театра. А уже через несколько месяцев на международном конкурсе в Кардифе молодой артист был признан лучшим певцом мира. Партий в пиковой даме, войне и мире, опере Евгений Онегин, коллектив Мариинского театра с Дмитрием Хворостовским объединяет большое прошлое. Вместе с Валерием Гергиевым артист записал свой первый и, возможно, главный компакт-диск. Конечно, тогда еще никто не думал, как важно вовремя увековечить неподражаемый голос. Дима ушел из жизни очень рано, нам его очень не хватает. Но его незабываемая творческая личность и его человеческие качества, широта души и огромный талант с нами всегда. Дмитрий Хворостовский ушел из жизни 22 ноября 2017 года. Но время лишь укрепляет славу выдающегося артиста. Его поклонники снова в зале и овации по-прежнему звучат в его честь. Екатерина Грицыенко, Алексей Купцов, Игорь Баданов. Вести. Петербург.